Привет, друзья! Как сообщается, журналист, российский журналист Аркадий Бабченко, который не живет в России, он почувствовал угрозу и выехал в Прагу, потом оказался в Израиле, он выиграл, это украинские СМИ сообщают, выиграл суд у журналистов телеканала «Звезда». Он написан у телеканала «Звезда», насколько я знаю, сам телеканал вроде бы как поддержал своих журналистов, но как будто бы с ним конкретно канал не судился. За что? За то, что Бабченко в свое время в лучших традициях поглумился над смертями людей, которые погибли в самолете. В общем, он выиграл суд, российский суд, и сам Аркадий Бабченко по этому поводу, ну что там, факи показал уже на каком-то убогом балконе, с винишкой сфотографировался, а я вот себе думаю, он там пишет, что типа, что-то пошло не так, не, ребят, что-то пошло не так у вас. И я на месте украинских СМИ эту новость не ставил бы, и этой новостью так не восхищался бы. Почему? Потому что это мордор. Ребята, потому что это мордор. Я не могу себе представить аналогичную ситуацию, причем Бабченко в суд, конечно же, не являлся, граммно, как я понимаю, не являлись и его представители. Вот представьте себе ситуацию в Украине, чтобы телеканал Минобороны Украины подает в суд на Шария, к примеру, да, и Шарий не является и даже не присылает своих адвокатов Шарию плевать. И вдруг суд выбирает сторону Шария, с учетом того, что он даже не является в суды, выбирает сторону Шария, говорит, пока-пока, Минобороны Украины. Вы представляете себе такую ситуацию? Я ситуацию не представляю по двум причинам. Первая причина, в Украине нет судов. В Украине судов попросту нет. Я знаю, о чем я говорю, потому что у меня проходит ряд судебных процессов сейчас в Украине. Смотрите, что происходит. Там есть такой Портников, да. Портников сделал заявление в адрес меня, вполне недвусмысленное, агентом, проектом, короче, проект Кремля, что-то такое. Ну и понятно, что мы задались вопросом, когда был проект создан, кем и чем может подтвердить свои слова Портников. Портников суд не является, Портников бегает, Портников прячется. Что делает при этом суд? Суд пытается сначала порешать вопрос, то есть там недоплатили 2 гривны, закроем потихоньку, не получается закрыть. Тогда они пытаются что-то перенести, как-то, ну, они пытаются его, знаете, под коврик запихнуть этот процесс. И я полагаю, что не без голубого лобби этого Портникова. Второе, это некто пастырь Махненко. Вы тоже помните данную историю. В меру упоротый и не в меру безграмотный. Это просто одержимый бесами идиот, который на самом деле рассказывает о том, что одних убивать можно, других нельзя, но некоторых можно, если сильно хочется, который был готов там. Ну, в общем, вы всю эту историю знаете. Он сказал, что я блогер ДНР. От этого, конечно же, припухли даже сами сепаратисты и все, кто понимают хоть на 10% мою деятельность, знают историю моей деятельности, они, конечно, знают, что это полная чепуха. Вот он такое брякнул, такое и аналогично. Мы, конечно же, подали в суд. Пастырь Махненко, пастырь, ну я буду употреблять это определение, это определение употребляет его долбанутая паства. Вот, пастырь Махненко вместо того, чтобы отправиться в суд и просто предъявить доказательства, это же просто, если ты говоришь, что ты кого-то обвиняешь. Но он решил так же прятаться. То есть, это самопиарное говно, не ходит в суд, оно никого туда не отправило, не отправило никакие документы, подтверждающие то, что я блогер организации, которая признана террористической. Причем, ребята, это же не я ее признал террористической. И вот в суд мы приходим и говорим, этот человек сказал, что вот этот человек, то есть Анатолий Ширий, является там участником террористической организации, по сути, да. Ну, мы хотим увидеть, какие у него есть для этого основания. А знаете, что начинает говорить суд? Ширий тоже не ангел. Стоп. Какая разница, ангел Ширий или не ангел? Мы пришли по конкретному делу. Ребята, пожалуйста, решите вопрос. Давайте. Так это или не так? Если это так, то вперед, разыскивайте Ширия, он участник террористической организации. А? При этом украинский суд начинает рассказывать. Ммм, Ширий в 2011 году там вроде как машина что-то обстреляна, там еще что-то. Какая разница? Вы что, сумасшедшие, что ли? Ну, в общем, они пытаются слить этот процесс. Со всеми следующими процессами... Вы знаете, да, как я проиграл? Я проиграл украинскому изданию, которое сообщило о том, что я являюсь рупором русского мира. А потом украинский суд признал, что русский мир это неплохо. В украинских судах это нормально. Украинские судьи боятся. Они тихонечко рубят капусту. Им нужно привлечение внимания к своим персонам. Они откровенно боятся каким-то образом рассматривать суды хоть более или менее с законной точки зрения. Поэтому они сливают их. Я понял, что нам с этим делать. Мы будем проигрывать все суды. Мы будем подавать апелляции, касаться к слову. Последний суд они перенесли на полгода. Полгода. Рассмотрение через полгода. Это, в общем, феерия. Мы будем проигрывать все суды. А потом я буду отправляться в ЕСПЧ и буду наказывать это государство деньгами. Каждый судья, который сейчас исполняет. А у нас же записи есть судов о том, что Ашари тоже не ангел. Ну, окей. Каждый вот такой судья будет приносить мне порядка, я не знаю, 20 тысяч евро, которые будут истребовать Европейский суд по правам человека с этого государства. Я отвечаю за свои слова. И мы это осуществим. Другое дело, что дело, конечно, не быстрое. Надо сначала все проиграть вот таким вот беззаконным образом. В общем, к чему я вывожу? Украинские СМИ радостные. И Бабченко рад. И все вокруг довольные. Говорят, смотрите-ка, Бабченко сделал звезду. Бабченко не сделал звезду. Сделал звезду российский суд. Неужели никакой диссонанс у вас не чувствуется? С одной стороны, это страна беззакония. С другой стороны, это страна, в которой суд дает выиграть вот такой какашки, как Бабченко. А не телеканалу Минобороны. Я считаю, эта новость опасная. Я считаю, эта новость позорная для Украины. Я считаю, эту новость нельзя распространять было. Я считаю, что тот же Бабченко, который тыкает факи и красуется на каком-то обшарпанном балконе, в принципе, мог бы написать другой статус. Да, я долгеб, который все время утверждал, что там нет законности. А на самом деле сегодня оказалось иначе. А вы попробуйте мне обосновать вот такое решение суда как-нибудь иначе. Пока.